друзья приветствую вторая часть посылки от максима из борисова республика беларусь вот эти киточку вам показываю так значит образцы двух масел в данном случае будет тоталь кварц 7000 дизель 1040 ну и прошлое видео было про масло 77 лубрикант тоже 1040 вот описание по талли распечатка сейчас я все распечатаю распакую баночки загерметизированы подпишу и можно будет начинать так все сделал подписал как я уже говорил этот total sncf по api по оси это а3 b4 mercedes-benz 229.3 на volkswagen странно 501.01 и 505 первым делом я хочу проверить образец свежего который прислал максим сейчас прибор проверяет чистоту окон измеряет фон чтобы учесть всякие повреждения там окон спектрометра стекла например царапинки там чтобы учитывать их в спектрограмме далее все проверил все отлично закладываю и посмотрите какие результаты получились значит уровень противоизносных присадок повышен 130 почти 140 процентов кислотная 211 а щелочное 12 1 значит в эталоне я в недавно созданном тоже от максима он присылал с другого автомобиля уровень был 11 щелочного кислотного 21 чуть-чуть здесь видите превышение и противоизносные присадки 139 до и щелочное поэтому я этим маслом обновил ту спектрограмму я думаю что это два варианта здесь возможно или партия загуляла немножко туда-сюда вот или могли в принципе 100 то ли подправить рецептуру в разных партиях мобил такой часто практикует но и вот видите данные по автомобилю это тоже mercedes-benz 310 т 189 года только с другим мотором так и посмотрите что намерил прибор масло просто роскошно выглядит кислотная 363 шат 3 щелочное 11 2 уровень противоизносных а там было 139 здесь 138 здесь 139 но хочу отметить что это уже после обновления этого уровня то есть здесь противоизносная присадка из топлива попадает сюда и посмотрите сажи немного 053 процента для такого пробега хотя это в принципе трасса нормальном состоянии я бы сказал топливная вот не должно она в превышение уйти все остальные показатели тоже прекрасные не не трава не не окисление все-все-все в порядке гликоля 0 то есть отлично масло отработала имеет очень большой запас сейчас сравню значит вязкость свежего и отработки так свежие отработки немного здесь в ванночках все все масло дизельное выглядит очень черным хотя ничего такого криминального нет и повторюсь что значит сажа в небольших количествах выступает как модификатор трения снижает трения досмотрите есть разжижение несмотря на трассовый пробег высокую среднюю скорость есть разжижение все-таки здесь не сажа может быть попадает значит свежее топливо на не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик если хотите получать новое видео так и вот прогноз посмотрите что было что стало так прогноз по километражу по моточасам и получилось что 34000 с масло теоретически способна выдержать и 618 моточасов отличный результат не впервые для дизелей такие результаты получается что вот исправный автомобиль может в три раза дольше использовать масло по сравнению с прошлым анализом с другого автомобиля от от максима там я напомню о превышении пассажа но я прикреплю в в комментарии ссылку на видео на прошлое и в конце ролика дам значит размещу тоже ссылку на видео так что то что то я хотел отметить и упустил а почему разжижение вот такое здесь возможно что ну я так думаю допускаю не знаю может быть ошибочно что протекает форсунка может быть пропускает она чуть-чуть и топливо попадает в масло не сажа значит а именно топлива в небольшом количестве и вот таким образом разжижает вот свежие ничего удивительного 89 года автомобиль хоть и написано 300 тысяч пробега но не знаю там уже наверно четвертый контрактный двигатель сколько это у нас получается лет так ого-го уже 33 года по 300 тысяч маловеро вероятно коммерческий автомобиль меньше 10000 год ну да вряд ли более немцы когда его выпустили покупали наверное использовали как правило используют по полной программе ну ладно тем не менее значит вот такой получился тест масло проявила себя отлично несмотря на возраст автомобиль хорошем состоянии бережно относится к маслу благодарю максима за предоставленные образцы за донат вот всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока